Всем привет, друзья! С вами ПРО и Балбес. И в этом выпуске мы расскажем вам о том, как построить шикарнейший дом. Ну, во всяком случае, начать его строить. Также поставим туда охранника, железного голема. И пойдем охотиться. Благо, карту мы уже скрафтили, часы у нас уже есть. И ничто нас не остановит. Ну что ж, начнем. И компас еще у нас есть, я скрафтил. Да, и компас тоже скрафчен. Так что мы прям заряжены на успех. Так, вперед. Это давай далеко не будем уходить. Да, вот такая вот наша шахта. Это только начало нашей шахты было. Мы докопались там уже до лавы, до бедрока. До бедрока, да. Да, уже все накопали. Итак, нам необходимо сейчас скрафтить голема. Для этого нам понадобится 4 железных блока. И... Тыква. Светильник джека или просто тыква? Тыква, да? Просто тыква возьмем. Так. Надо сюда тут его поставить. Сюда есть, да? Так, сундук можно его еще положить. Ну да, возьмем. Так, что-то еще понадобится? Нет. Так, что у нас здесь? Вот смотрите, часы у нас здесь есть. Компас пиратский прям, да? Вот лазури там мы тут немножко набили. Немножко целый стак. Да, давайте сейчас немножко зарядим печки. Какая у нас рабочая? Вот эта, да, у нас под металл заточена. Все, пусть металл пока выгорает там. А мы пойдем... Смотрите, уже ночь. У нас, кстати, здесь огородик. Да? Смотрите, какой огород. Про тут нам засадил. Огромнейшие тыквы теперь здесь растут. Круть, просто круть. И тростничок тут у нас, пшеница. В общем, мы обеспеченные горожане. Но для начала все-таки дождемся утра, да? Для этого нам понадобится... Поспать. Немножечко поспать. Вот у нас комната. Давайте поспим, а уже завтра с утра начнем обзор нашей обители, да? Нашего жилища, когда будет посветлее. Ну, просто. У нас центральная комната, и мы хотим построить горько. Да, вот такой вот. Это только начало нашего строительства. Первый этаж. Даже, да, даже не весь первый этаж, а только часть нашего первого этажа. Здесь есть зала, да, такая вот приемная наша. И спальня на первом этаже. Такие вот большие окна здесь мы поставили. Там еще у нас есть балкончик. Да, и балкончик. В общем, нам надо еще вот это построить. Да, там мы тоже построим комнату. Так, смотрите, вот такой вот у нас балкончик здесь. Мы потом, наверное, тоже его сделаем застекленным полностью. Из стекла. Вот. Отсюда, кстати, очень удобно выходить на охоту. Вот тут деревья рядом растут. Мы просто по этим веткам спрыгиваем вниз, в случае необходимости. И идем на охоту. Кстати, видите, мы здесь везде панели поставили, чтобы двери сами открывали. Нажимные. Да, нажимные плиты такие вот. Здесь вот наша кровать из голубой шерсти. Покрасили шерсть. Синий. Да, синий лазурит. Там покрасили ее. Здесь у нас получается такое панорамное окно. Идет полностью во всю стену, да. Вот, чтобы можно было смотреть, что происходит там снизу. Очень прикольно вообще. Крутяк. Балкон у нас вообще так сделанный, да, круто? Да, но балкон у нас пока, да, еще до конца, конечно, не доделан, но тоже четко. А это у нас так комната. Если тепло не ставят, то будет вообще круто. Да. Берем, выходим на балкон и на улицу прыгаем. Да, и выпрыгиваем на улицу. Теперь же давай все-таки займемся строительством нашего голема. Вот. Нам нужен охранник, чтобы сюда никто не залазил, да. Ну, то вдруг еще будут лазить всякие монстры. Если они увидят голема, то они наоборот пойдут на него в атаку. В атаку. Да. Ну, так, давайте начнем его строить. Горемик убьет. Для этого нам надо поставить вот два железных блока. Тут тоже железный блок. Тут тоже железный блок. И теперь нам надо поставить... Тык, вот так? Да, вот так. Оооо. Вот это мощь. Смотрите, какой огромнейший. Давайте посмотрим его, покажем вам во всю силу. Огромный просто голем получился у нас. Он отходит. Теперь мы ни за что не переживаем, да. У него, кстати, очень-очень много жизни. Сто жизней вроде бы как. Да, крепкая броня. Его невозможно уничтожить вообще. Возможно. Не, ну, возможно, да. У него-то очень долго там... Вот, смотрите, он даже по люку топчется, да. Вот, а люк не открывается. Кстати, этот люк мы сделали для того, чтобы спускаться к нам в шахту. Ну, в подвальчик, а там к шахту. Вот, смотрите. Поехали вниз. Вот здесь, да. Можно забираться отдельно поверх, а можно здесь идти. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну давай, проходи сюда. Так что все, мы теперь защищены на все 100%. И если он будет падать, то ему не будет урона. Я проверял на креативе сам. Ну да. Он просто падал с максимальной высоты, а максимальный лук посадил там. Также вот у нас есть карта, да. Скрафтили карту. Нужно ее ставить во вторую руку. И тогда уже можно будет смотреть, где мы находимся. Вот мы конкретно вот здесь вот в уголку находимся, да? В уголочке. В уголочке. Да. Вот так вот. А мы сюда пока не пойдем по карте, да? Ну да, пойдем вот сюда. Там, где у нас вот исследованная часть есть небольшая. Лапшиницу соберем, и торосник, и тыквуц. Да, кстати, можно это сделать сейчас. Вот. Это уже выращено. Сразу же засадим, да? Новенькую. Вот так вот. Оп. Так, сюда. Отлично. Вот тростничок нам необходим для того, чтобы продолжать... Сделать бумагу и расширить нашу карту, да? Да. Так, тростник же полностью срубывать нельзя, да? Да, потому что он растет. Да, он растет. То есть мы его полностью срубим... Ой, тут у нас пустой был. Да, давайте засадим тростничок сюда, да? Еще один. Вот. Инвентарь. Так, сейчас зайдем в инвентарь, да? И вот выберем сахарный тростник. Хлоп. Отлично. И тыкву. Можно добавить. Так, и тыкву, да. Кстати, да, тыквой будет быстрее топором, но собираться. Хлоп-хлоп. Отлично. Ой. Семечка. Сейчас мы его подгорелку туда посадим. Да. Так, тыква. Сейчас семечки. А вы знаете, откуда я их вообще взял? Я их взял, ну, помните, там еще в самом начале у нас там были тыквы в ландшафте. Да, да, да. Все мои мои участки. И вот я их собрал там и решил все-таки их одну для светильника джека сделать, чтобы там где-то осветить, и другую на четыре семечка. Да, кстати, если вы видите сейчас, мы повсюду расставили факелы, да? Да, потому что был у нас такой один случай, как мы умерли. Да, там потерялись, просто не смогли найти дорогу домой, потому как не было карты у нас с тобой. И нас ведьма убила. Да, и ведьма нас потом убила, но... Ну, у нас было очень много железа, и поэтому мы все себе опять сделали, да? Да, значит, так, смотрите, что у нас есть. Везде здесь на самых высоких точках мы попытались расставить факелы. Даже на домик ведьм хотели. Да, для того, чтобы даже ночью мы всегда смогли найти дорогу обратно. Так, давайте пока карту уберем, да? Возьмем щит? Да, я думаю, это необязательно. Вот, ну, смотрите, вот так даже карту можно держать в двух руках, если на нее переключиться. Так, выставляем меч, нам он понадобится, и идем в ночь. Сейчас будем идти и идти, потом встанет ночь, и мы будем там уничтожать опаснейших зомби. Вот, нам еще нужно победить нескольких скелетов, нескольких пауков, для того, чтобы достать паутину, сделать потом удочку, сделать лук еще, а скелеты нам нужны для костей. Мы будем приручать... Да, и костная мука тоже, наоборот, мы будем приручать волков, мы уже видели, где они находятся, поэтому держим путь, в общем, на сбор. Давайте немножечко мяса подкопим, да? Все, вот так вот понадобится, плюс, это же все опыт еще дали. Может быть, это на фирму уже ставим? Кого? Есть семечки. А, да, есть семечки. На семечки манятся эти мучки. Домостик сделали. Так, смотрите, вот мы уже здесь, да? Так, а нам надо бы... Давайте вот сюда пойдем. Там грибы есть. Да. Ой, овечки, нам надо их увидеть. Да, вот у них много шерсти. Вы уже знаете, то, что мы хотели, причем, во второй части, да, сделать, да, сделать флаг и чтобы украсить наш щит. Да. Для этого нам понадобится герб. Да, флаг, герб. Вот, и тогда мы сделаем очень красивый щит. Так. Да, вот они у нас. Даже коричневые отзади. Да, мы все их возьмем. Да, из коричневого сыра, да, из коричневого сыра, да, из коричневого сыра. Ой, а что такое? У нас много-много уже. Давайте яйцо выбросим просто. Возьмем. А, это мясо, баранина, да? Так, это курица и перу. Так, мы не позаботились о том, чтобы у нас была свободная... Свободная, ну, так. Давайте что-нибудь еще выбросим. Что-то такое, коричневый шерст? Ну, в принципе, ее мало, да. Лучше возьмем белую. Вот еще корички. Все, отлично. Там еще, вроде бы, есть шерст. Где-то было... Да нет, мы уже все собрали. Вот, да, здесь все собрали, здесь собрали. Отлично. Так, ну, ждем наступления ночи, и тут начнут спауниться сейчас всякие монстры, мы их будем уничтожать. Так, куда нам еще добраться надо? Давайте карту включим, посмотрим, чтобы мы не потерялись вдруг, да? Так, мы вот здесь вот находимся. Вот здесь есть отличное озеро, такое мелкое. А вон шерсть, да? Точно, точно. Вообще, три штучки. Три штучки? Маловато, да. Да, ну, как бы, мы уже считаем, что четыре там, я еще лучше. Да. Вот, отлично. Так. Что у нас тут еще есть? Угу. Вообще, хорошее место. Тут надо было бы построить какой-нибудь загородный домик, но это мы, наверное, попозже сделаем. Вот, пока ждем наступления ночи. Вот, ночь уже наступает. Вот, потихонечку. Кстати, часы у нас с собой. А, и мы часы не взяли, да? Можно было бы сверить. Ну, вот по солнцу посмотрим. Вот, смотрите, уже садится солнце. Да, выходим на берег. Здесь, кстати, ровный берег. Очень удобно будет вести бой. Кальмары вот эти. Кальмары, осьминоги, да? И, оп, вот. Ну, вот, большой такой, да? Кальмары, осьминоги плавают. Да, я думаю, сейчас будет одна из самых крутейших. Вообще, просто эпическая. Тут тоже кальмары, осьминоги плавают. Плохо, что с ними нельзя взаимодействовать, как они. Когда еще как-то приручить можно, но они же морские. Так, начало, начинаем, да? Выставляем вот здесь вот факел один. Я хотел бы лучше убрать, наверное, а то, что они будут у нас... Не заспавниться наши зомби тут всякие. Да, но они тогда издалека просто придут и все. Да, да, да. Так что можно и поставить. Тут темно не было, и мы их не видели. Точно. Смотрите, там уже кто-то появился, по-моему, нет? Там вот. Нет, кто этот самый? Так. Короче, лучше пойти их найти, наверное, да? То они, может, еще не хотят к нам идти. Давайте найдем их сейчас. Вау. Так. И еще, это, нам надо убить крипера. Именно убить, а не так, чтобы он подорвался. Чтобы получить порк. Где он сможет поставить динамит. Вот, видели, сколько мы динамит там набили, да, еще сейчас? Круть. Да, набили. Так, а что ж они не шумят-то? Наши зомбари всякие. Нужно идти, наверное, в сторону дома, там сейчас их полно будет. О, я помню, у нас там вот в сторону дома, если идти, там полно зомбарей всяких. Да, там, кстати, еще один разок выглядели. Да, там крипер. Как он, как раз вы видели, да? Ну, вообще так, я аж перепугался. У меня есть хлоповая железная броня, так что он нам не шумит. Хлоп, вообще так, перепугался прям. Он выскочил прям из кустов. Вот это вот вообще, вон еще, смотрите, вон там я видел еще одного. Вон он, видите? За дерево ушел. Я думаю, в синие штаны. Да, да, да. А если это мини-зомб, то что? Мини-зомби, кстати, самые опасные зомби, которые здесь есть. Да нет, самые опасные, это мутанты. Да, зомби-мутанты. А у нас, кстати, попадался еще зомби, который был в броне сразу. В кожаной. Ну, мы его убили. В этот случай там мы и умерли, когда он попался. Ну, в общем, как мы это умерли. В общем, мы вам уже говорили, что нам нужны косточки. И вот мы, в общем, днем строили домики и увидели скилета под деревом, который еще не сгорал. Решили его убить. В общем, убиваем, убиваем. Тут сзади нас появляется крипер, он с папыриком. Он убивает. Да, да, да. Так, смотрим. Ничего страшного не случилось. Где же они... О, паук точно нужно. Вот пауки тоже... Крипер! Крипер! Не активировался крипер до конца. Крипер! О, есть то, что нам нужно было. Нить. Давайте выкинем. Так, нам нужно что-нибудь выбросить. Давайте гранит выбросим. В принципе, его нигде не используем. Вот, две нити. Отлично, прям сразу две штуки. Так, а тут что еще повыкадало? Земля. Только земля, да? Угу. Так, сейчас еще наохотимся здесь. Это будет самая мощная охота. Так, ну, вон там куры всякие, да? Нам они пока не нужны. Потом появились, когда мы уже будем фермы делать. Да, да, да. Так. Давайте сверимся с картой, чтобы не потеряться в очередной раз. И будем двигаться в сторону дома. У нас карта пока маленькая, нам не хватило бумаги. Вот, а для бумаги нужен тростник, как мы уже говорили. Вот, чтобы расширить карту. Так. Паучок. Где-где? Вот он, да? Да. Видите, я вас отстрелил, ударил. Вот. Ох, он атакует так сильно. Есть еще ниточки. Еще ниточки. Мы же можем одну шерсть скрафтить. Там осталось еще всего лишь одну нитку, да? Ну и шерсть получить. Мы же можем просто скрафтить. Да, да, да. Так. Уже пять будет. Вот еще там кто-то бегал. Ага, это у нас поросята. Так, да. Нам пока они не нужны. Вот, продвигаемся. Кстати, это уже наш остров начинается там. Да. Почему-то освещение мы не видим. Ну, мы из этого края острова освещение не ставили еще. Кстати, можно будет поставить. Вот, смотрите, там какой опаснейший карьер. Да, мы тут выйдем. Вниз, 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 да. Доходили туда чуть-чуть, посмотрели, кто там есть. Так. Проходим сюда. Там был один криппер, но нас не взорвало. Вот, расставляем факел. Да, я думаю, не стоит пока. Мы тут самые главные вообще. Так. Вообще-то, как бы, босс Майнкрафта, это Эндер Дракон. Да, точно. Мы его потом убьем и сами станем боссами. Вот, смотри, сколько там тыкв вообще. Много-много, да. А, нам нужны у нас своя ферма есть. Да, у нас своя есть тыквенная ферма, нам, да, точно. Они пока не нужны. Сейчас ищем, ищем. Еще кто-то должен обязательно появиться. Ну, вот, там уже освещение есть. Значит, что у нас дома. Интересно, оголим, там нам еще никого не уничтожили. Вон, то, что нам нужно. Скелет. Вот, скелеты, кстати, опасны. Они атакуют с дистанции. И тут нужно поставить щит, кстати. Против скелетов очень рекомендуется. Кстати, еще мы тогда получили достижение. Ой, крипер сразу там, да, рядышком? Еще там получили достижение, не дождешься. Когда вот так вот, потом скелет стреляет, а мы просто вот так вот берем щит и отстреливаем. Да. Вот, скелетов очень легко побеждать. Да, у вас уже готовый щит. Давай, вот у меня. Вот есть и стрелы тут есть. Вообще отлично. Супер. Сейчас мы выбросим вот землю. У нас уже есть. Ой, еще и зомби тут где-то рядом, да? Вы слышите? А, это крипер и зомби. Крипер и зомби. Ай, я не успел поставить щит. Крипер, да. Ой, а что такое? Смотрите, еще один скелет. Скелетон, это хорошо. Вот так вот, настоящая кровавая охота, да, у нас тут получилось? Да. Вон, кости. А, что такое? У нас тут что-то чем-то забилось. Опять земля. Попала сюда земля. И давайте, наверное, вот дуб еще выбросим. Или вот этот вот не дуб, а что это такое? Этот фильм, да? Какой-то диарез, наверное. И андезит давайте выбрать, а что ж такое? А, да, мы стоим на месте, где уже все есть. И крипер. Так. Отлично. Так, эти всякие ростки. Косточка. Отлично, взяли. Так, ищем дальше. Самая кровавейшая охота. Значит, у нас уже есть достаточно костей. А, достаточно... Еще скелет, ксюху, нам везет. Клон там. Видишь, нигер. А, точно, точно, да, да, да. Я его сразу не заметил. Ксюху-ху, десантура. Что мне надо будет в интернете посмотреть, как сделать ферму мобов? Кстати, от щита стрелы отскакивают. Поэтому, если вплотную подходите к скелету, то его же стрелы могут его и убить. Очень удобный вариант такой. Ну, для чего нам ферму мобов? Это, короче, вот там вот спавнятся все эти мобы, которых мы только что убиваем. И, в общем, там вот квада, которая их тянет вниз, к дырке. И еще в дырку они падают с большой высоты и просто разбиваются. Так все эти скелеты очень быстро бы спавнились и умирали. Да, да, да. Потому что, как бы, эти все мобы спавнятся не потому что ночью, а потому что темно. Вон там вот еще кто-то ходит, да? А, нет, мне показалось. Береза. Туда-то береза была. Так, ну что ж, возвращаемся домой. У нас отличная охота, удачная получилась. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также заходите по ссылкам, смотрите еще полезные видео у нас. До встречи и пишите комментарии обязательно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok